Добрый день еще раз. Итак, тема сегодняшнего нашего семинара Управленческий учет затраты финансового результата в 1С ERP. Что такое затраты? Это расходы понесенной компании в течение определенного периода связаны как с производством продукции, с оказанием услуг, так и продажей товара. Финансовый результат определяется по окончании определенного периода. Обычно это финансовый месяц, приравненный к календарному месяцу. И он может быть как отрицательным, так и положительным. Наша задача входит в том, чтобы у компании как можно меньше было затрат, от сокращения и оптимизации расходов, чтобы получить как можно больше доход. Соответственно, увеличить финансовый результат. Таким образом, давайте с вами посмотрим на нашу программу на продукт 1С ERP и первоначальные настройки, что касается в части расходов. Итак, дамы и господа, первоначальные настройки в части расходов обычно начинаются всегда с учетной политики и первоначальных настроек в разделе НСИИ и администрирования. Давайте с вами сначала посмотрим то, что у нас касается учетной политики. Учетная политика у нас находится в 1С ERP, в разделе регламентированный учет. С левой стороны вы знаете у нас панель разделов. Но вы, как и уже, наверное, пользователи, которые уже имеют опыт работы с 1С ERP, знаете, что рабочий стол вы можете настраивать каждый под себя. Вы можете переносить панель разделов, можете и сбоку ставить, можете видеть шапки. Итак, регламентированный учет, настройки и справочники, учетной политики. Давайте посмотрим на примере промресурса компании, которая есть в программе 11 ERP. Здесь мы с вами видим, что расчет себестоимости у нас ведется с вами, соответственно, по средней за месяц. В 1С ERP раньше было, в более ранних версиях, было несколько вариантов учета расчета себестоимости. Был FIFO скользящее, FIFO, соответственно, второй вариант и средний за месяц. Сейчас упростили, сделали либо средний за месяц, либо FIFO. Для компаний, которые не практикуют управленческий учет, и у них большие объемы, и им не нужны расчеты себестоимости всех расходов до копейки, они обычно используют среднюю за месяц. Но, исходя из своего опыта работы, удобнее всегда пользоваться методом FIFO. Почему? Я объясню. Это связано с тем, что не всегда корректно рассчитывается себестоимость. И часто по окончании закрытия месяца вылезают ошибки, и у вас не происходит закрытие месяца. У вас выскакивает о том, что у вас не произведен расчет себестоимости, так как у вас, например, есть такая ошибка, как при нулевом остатке продукции, либо товаров, у вас не нулевые остатки по себестоимости. Я вам подскажу способ, как этого в настройках избежать, то есть от чего это зависит. Когда мы с вами подойдем к финансовому результату. Но еще раз предупреждаю вас, что средняя – это для компаний, которые им не нужен точно прямо расчет до копейки всех затрат. И они не предполагают, что у них идет списание затрат по документам, то есть по документам расходов. Они не учитывают документы о приобретении товаров и услуг, то есть не учитывают партию. Следующие настройки, мы с вами перейдем, то, что касается именно расходов с вами, это в НСЕ администрирование. Настройка НСЕ и разделов финансовые результаты контроля. Здесь мы с вами, вы видите, то, что нам нужно, это финансовый результат прежде всего. Здесь мы с вами включаем, учитывать прочие доходы, расходы или не учитывать. Соответственно, ну, я думаю, что для большинства компаний всегда, конечно, учитывают прочие доходы и расходы, не связанные с основным видом деятельности. Учитывают также дополнительные расходы для товаров. Соответственно, учитывать прочие доходы и расходы в валюте регламентированного учета. Еще важен очень такой момент. Учитываем ли финансовый результат по направлениям деятельности. Компании, у которых ведет несколько видов деятельности, очень важно учитывать по направлению деятельности. Особенно важно, если у вас есть экспорт-импорт, потому что разные ставки могут быть по НДСу. И, соответственно, если у вас есть госзаказы. Вы все знаете, те, кто работал с госзаказами, наверное, сталкивались, что государство, соответственно, с нормативным документом предусмотрено, что учет таких расходов должен быть выделен на отдельный счет. И что касается расчетности, что касается и доходов. И, соответственно, предоставляет такую отчетность для соответствующих компетентных органов, органов правоохранительных. Здесь также мы с вами включаем, учитывать прочие активы и пассивы и формировать ли управленческий баланс. Мы про них немножко поговорим позже, соответственно, по порядку, когда пойдем, будем рассматривать все расходы в разрезе их видов. Но вкратце скажу, что управленческий учет, он отличается от баланса своего учета. Мне форма его попроще. Он важен для принятия управленческих решений. Для руководства не всегда важен, кто такой подробный отчет, как у нас есть бухгалтерский баланс. И он не всегда понятен руководству. Соответственно, управленческий баланс, он более понятен и более удобен для принятия управленческих решений. Ну и, соответственно, то, что касается товаров здесь, это мы с вами можем включать, не включать, передачу товаров между организациями. Этот документ удобен тем, что если у тех компаний, у которых несколько видов организаций, и происходит реализация между организациями. Или, например, одна компания покупает товары, а из этого товара другая компания. И чтобы, когда в конце месяца образуются отрицательные остатки, компания может в закрытии месяца, и автоматически программа может, соответственно, создать эти документы о передаче товаров между организациями. Это закрытие месяца. Это предлагается, соответственно, эта функция. Если будет у вас включена галочка «Придача товаров между организациями». Для контроля затрат обязательно нужно включать, контролировать остатки товаров организации. Программа 1С ERP очень сложная. И она построена таким образом, что учет всей деятельности идет по цепочке. То есть каждый документ взаимосвязан. Если вы, кто-то допускает ошибку в каком-то документе, ему надо сначала распровести всю цепочку, потом исправить в том документе, в котором первоначально было сделано ошибки, и заново все по порядку провести. Соблюдая также обязательно, смотря время. Потому что, когда проводишь документ, часто время меняется на текущее, и, соответственно, этот документ может не отразиться, либо повлиять на отрицательные остатки. Поэтому обязательно надо следить за временем, очередностью проведения, когда вы будете исправлять ошибки в закрытии месяца. Если у вас эта галочка не будет включена, то, соответственно, компания, любой сотрудник может списать с того же склада товар, которого на самом деле нет. И, соответственно, у вас закрытие месяца даст провести. А когда потом начнется какая-то аудиторская проверка или что-то, у вас окажется, что вы продали товар или отдали в производство на самом деле тот товар, которого нет у вас в наличии. Поэтому всегда обращайте, чтобы эта галочка у вас была включена. Так, ну и давайте с вами вернемся обратно к нашему презентации. Начнем и пойдем с вами по порядку. Итак, возможности программного продукта. В части управленческих расходов это учет и распределение номенклатурных затрат, регистрация и распределение постатейных расходов, списание затрат на выпуске без заказов на производство. Не все компании используют заказы на производство. Некоторые компании удобнее упрощать свой учет, и они только делают заказы без заказов на производство, оформлять документы. Формирование активов и посевов, расчет себестоимости выпуска продукции, учет прочих доходов и расходов, и распределение расходов на финансовые результаты. Программа позволяет регистрировать и распределять расходы, формирующие следующие затраты. Это себестоимость выпускаемой продукции, то есть затраты включаются в себестоимость выпускаемой продукции, оказание услуг, выполнение работ, либо продаваемых товаров. Стоимость оборотных активов, то есть формирование полной стоимости приобретения и владений товарно-материальными ресурсами. Стоимость необоротных активов, это формирование стоимости материальных активов, основных средств, учет НИОКР и капитальных строительств. И финансовый результат. Объектами учета выступают направления деятельности, организации, в том числе и в цели формирования прибыли и убытков организации, в центре ответственности в виде подразделений. В зависимости от экономической трактовки в составе расходов предприятий или организаций выделяются следующие группы с разным порядком распределения. Это номенкатурные затраты, то есть используются для отражения прямых производственных расходов с количественным измерением. Это постатейные расходы, это используются расходы прямые производственные или косвенные, которые учитываются и распределяются только в самовом выражении. И формирование активов и пассивов отражения операций связано с формированием активов или регистрацией обязательств, управление которыми ведется, как правило, вручном режиме или сам факт регистрации которых обусловлен требованием поведения учета. Сначала мы с вами посмотрим, что же такое нормативные, то, что касается номенкатурных затрат. Все номенкатурные затраты характеризуются в учете обычно как прямые производственные расходы, которые учитываются в подразделении в составе незавершенного производства. Номенкатурные затраты формируются при отражении следующих операций. Это передача материалов производства, возврат материалов из производства, поступление товаров и услуг, передача товаров между организациями и выпуск продукции и выполнение работ. Распределение номенкатурных расходов выполняется по объемным количествам показателей в нейтральных единицах измерения. Предусмотрены различные варианты распределения номенкатурных затрат по правилам на статье расходов по выпуску. Распределение номенкатурных затрат возможно в соответствии с выбранным правилом распределения расходов. Для распределения номенкатурных затрат по правилам на выбор доступны различные варианты формирования баз распределения затрат, количество указанных материалов, вес указанных материалов, плановая стоимость продукции и другие. Раньше в ERP, наверное, до 2020 года еще было, сейчас уже последних версий нет. Производство рассматривалось в двух версиях. Это производство версии 2.1 и производство версии 2.2. Производство версии 2.1 ориентируясь было схожим с тем, как велись учитывались затраты. В предыдущих версиях, например, в таком программном продукте, как УПФМ. Это было сделано для того, чтобы некоторым людям сложно было перейти сразу на новый программный продукт. И они сначала новым учетом документов, программных, и соответственно, не всем было удобно понимать, что такое, они все понимали. Соответственно, был переходный период. И в версии производства 2.1 для номенклатурных расходов был такой документ, как распределение материалов и работ. Сейчас все распределение происходит в момент закрытия, при автоматическом настройках, по правилам. Документ, который формирует распределение, называется распределение расходов. Дальше мы с ним с вами познакомимся. Следующее это у нас распределение постатейных расходов. Постатейные затраты используются для учета расходов, которые распределяются только в самовом выражении. Для отражения постатейных затрат предприятия используются едиными механизмами статей расходов. Предусмотрены различные варианты распределения постатейных расходов, такие, которые определяют экономический смысл использования расходов. То есть зарегистрированы по конкретной статье на себестоимость товаров, на финансовый результат по направлению деятельности, на расходы будущих периодов, на производственные затраты и необоротные активы. Давайте с вами посмотрим, как же это выглядит в 1СЕРП. Мы сможем с вами посмотреть, это финансовый результат контроллинга, статьи расходов. Ну давайте с вами, например, откроем, раз мы говорим про производственные, например, давайте электроэнергию. Соответственно, вот мы с вами видим тип расходов, производственные расходы. Я сейчас включу разрешить редактирование, чтобы мы смогли посмотреть все варианты. Итак, соответственно, типы расходов. Расходы на приобретение товаров, расходы на складскую хрань и обработку, расходы на продажу товаров, производственные расходы, формирование стоимости необоротных активов, и прочие операционные и универсационные расходы. Соответственно, мы здесь с вами в любой статье должны указать, к какому виду деятельности относится данная статья к основному, прочему, либо основной, прочей. В зависимости от того, какая у нас включена галочка, у нас появляется на второй вкладке допустимый для использования данной статьи счета учета. Соответственно, мы указываем, как распределяются эти расходы, как в регламентированном учете и как в управленческом учете. У нас в управленческом учете они могут распределяться так же, как и в регламентированном, либо по своему правилу распределения. Обычно используют одинаковые, но есть компании, для которых удобно различные учеты учета. Например, для управленческих учет электроэнергию включают стоимость производственных расходов, чтобы узнать точную стоимость своих продукций. А для бухгалтерского учета, регламентированного учета, то есть их списывают, например, на финансовый результат. Я сталкивалась с тем, что в своей сфере деятельности, в своем опыте, что многие компании используют один из ERP для управленческого учета. То есть они включают как раз, например, электроэнергию в состав производственных расходов. В бухгалтерском учете они ведут его регламентированный учет в отдельной программе. Один из бухгалтерии сделан, соответственно, обмен между один из ERP и бухгалтерией. И в бухгалтерском учете у них свой учет затрат, и они там обычно списаны на финансовый результат, чтобы упрощать таким образом ведение учета. Но когда мы списаны с вами за счет финансового результата, значит, за счет нашей прибыли, мы не включаем эти расходы на производство продукции. Мы не знаем точность стоимости нашей продукции. Соответственно, когда мы определяем стоимость продукции, мы можем ее значительно заметить. Тем самым мы выходим в убыток, а не в прибыль. Вот на этом этапе как раз очень много компаний допускает ошибки. И в это неправильный учет введения, так скажем, ну, некорректный, вернее, учет расчетов расходов ведет к тому, что компания, многие сейчас, например, не смогли пережить вот эту пандемию коронавируса, потому что они не знали реальной стоимости своей продукции, и они продавали продукцию в убыток. Потому что они расходы списывали за счет прибыли своей. Соответственно, у нас для каждого типа расходов предусмотрен свой порядок распределения расходов. Если мы с вами зайдем, опять же, в правила распределения расходов, это находится в финансовом результате контролинга, внутри также правила распределения расходов. Также, если вы под правами администратора, вам всегда доступна функция всех функций, и здесь вы всегда легко можете также найти документы, либо отчеты, либо обработки, либо регистра по поисковику. И вот мы с вами, да, зашли с вами правила распределения показателей. Здесь мы с вами видим, для каждого раздела у нас свои правила распределения. Учеты расходов, расходы между партиями производства, расходы между направлениями деятельности, это используется у нас для финансового результата, расходы будущих периодов, материалы и работы. Это вот, например, вот как раз на минкатурных расходах. И если у вас, ну, примера нету, соответственно, если у вас по каким-то показателям распределяется по коэффициентам, соответственно, вы можете распределять по правилам по коэффициентам. Итак, рассмотрим, соответственно, по разрезу из типов расходов. Сейчас я обратно вернусь. Каждый вид по отдельности. Итак, распределение расходов на себе и стоимость товара. Статья расходов с вариантов распределения на себе и стоимость товара позволяет увеличить стоимость материальной ценности на сумму дополнительных расходов. Это, например, вот часто компании, например, бывает, им доставляют товары, но вместе с этим доставляет и доставка. И, соответственно, доставку надо необходимо включить, она же увеличивает у нас стоимость товара, увеличивается, соответственно, увеличивает и наши затраты. Нам необходимо включить эти расходы в стоимость нашей поставленной нам продукции, материалов. Также могут быть сюда включены таможенные расходы, какие-то расходы связанные с консультированием, доставкой и другие, ну какие-то косвенные расходы, которые непосредственно влияют на стоимость товара. Для распределения дополнительных расходов доступны правила распределения пропорционально одному из следующих показателей выбранной номенклатуры по количеству, по себестоимости, по объему. Итак, найдем с вами пример. Давайте зайдем в статью расходов, посмотрим на примере товарно-выготовительных расходов. Ну вот, например, по номенклатуре. Товарно-выготовительные расходы по номенклатуре. Соответственно, группа расходов. Вы можете группу статей расходов называть и классифицировать по-своему. Но в ходе практики удобнее как раз их называть в соответствии, как они относятся, к какой группе. Итак, тип расходов. Расходы на складское хранение и обработку. Соответственно, в регламентированном учете отнести на себестоимость товара и распределить, например, по количеству номенклатуре. Вы можете распределить по себестоимости номенклатуре, пропорциональному весу номенклатуре и по объему номенклатуры. Соответственно, когда вы их отражаете, вот, например, вам необходимо отразить приобретение, доставку. Удобнее использовать для этого документ в закупках. Документы закупки, приобретение товаров, приобретение услуг и прочих активов. Соответственно, когда мы с вами отражаем здесь нашу услугу, запомнив, соответственно, все данные, мы указываем статью расходов. И в зависимости от того, какая у нас аналитика, мы указываем. Например, у вас стоит учет не по номенклатуре, а по заказам. Соответственно, вы либо указываете документ здесь. Здесь и у вас распределяет, потом нажимаете распределить на документы и указываете сумму и на какие вам позиции вам необходимо его распределить. Либо по номенклатуре. Соответственно, у вас здесь в аналитике указывается документ. И зайдя в распределение документа поступления, вы указываете на те номенклатуры, которые необходимо вам распределить. И тем самым вы увеличиваете свою стоимость поставленных в материалах товаров. Еще раз про аналитику. Соответственно, в статье, которая включается по себестоимости товаров, у нас тип аналитики выделяется по складу. То есть сумма затрат у вас будет формироваться, увеличивает стоимость остатка по выбранным правилам распределения. Все позиции, находящиеся на конкретном складе. Номенклатура. Сумма затрат будет увеличить сумму остатков конкретной номенклатурной позиции. Соответственно, заказ поставщику, либо на перемещение, либо сборка. Соответственно, сумма затрат по выбранному правилу распределения увеличивает стоимость остатков номенклатуры, указанных в соответствующих типах документов. Итак, следующий момент. Отражение расходов на производственные затраты. Сумма производственных затрат могла формироваться в разрезе различных видов аналитик расходов. Подразделения, объекты эксплуатации, прочие расходы, заказ на производство, заказ на ремонт. Да, допустим момент. Еще раз повторю. Что такое производственные затраты? Производственные затраты – это расходы, относимые на себе стоимость выпускаемой продукции. То есть вариант распределения на производственные расходы. Распределение производственных затрат выполняется по настроенным правилам. Как демонстративные затраты. Производственные расходы. Давайте посмотрим на примере общепроизводственных расходов, например. Ну, всем знакомо, и всегда у всех наверняка компаний есть амортизация зданий. Соответственно, группа расходов, например, это общепроизводственные затраты. Мы можем, соответственно, классифицировать их, как удобнее вам. Вы можете их все производственные и общепроизводственные, и общехозяйственные, и производственные, и прямые включить в одну группу статей. Можете по отдельности вести. В зависимости от того, сколько у вас статей, и как вам удобно. Тип расходов, соответственно, производственные расходы. Опять же, повторюсь, расходы по деятельности, соответственно, у нас, либо это основные, и то, что касается производства, вообще производственных, это чаще всего относится к основному виду деятельности. Соответственно, правила распределения, по которым мы можем распределить, например, по правилам материальной затраты распределяется общепроизводственные, давайте посмотрим, то есть распределять на текущее подразделение по единой базе для всех партий и подразделений. То есть, у вас в расходах указано конкретное производство, соответственно, данные общепроизводственные расходы будут распределяться на прямые производственные расходы в соответствии с текущим подразделением, исходя из стоимости материала. Распределение может быть у вас по различным параметрам. Здесь предоставлен в 1СЕРП достаточно большой выбор, но вы обязательно должны закрепить данный вид, желательно прописать в учетном политике вашего предприятия, указать по какому правилу у вас будет распределяться. Соответственно, может распределяться по стоимости материалов и сумме оплаты труда. Стоимость материалов, сумма оплаты труда. Сумму оплаты труда часто используют для предприятий, у которых есть, например, ведут контракты по госзакупкам. Соответственно, у них распределение происходит в соответствии с формой оплаты труда. На выпуск продукции, которая идет не по госконтрактам и, соответственно, по выпуску продукции, которая идет по госконтрактам. Нормативная плата труда, количество продукции, количество видов работ, количество материалов, вес продукции, вес материалов, объем продукции и материалов, плановая стоимость продукции, количество продукции с учетом будущих выпусков, объем продукции, вес и плановая стоимость продукции с учетом будущих выпусков продукции. Продолжение следует... 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 Объектом эксплуатации является... Это основное средство... Продолжение следует... 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 На финансовый результат. Ну, например, давайте инвентарь. Ну, группа, которую вы можете отнести, соответственно, вы сами определяете, в какой группе, в соответствии с вашей классификацией. Тип расходов у нас будет, прочие операционные и универсационные расходы и, соответственно, расходы по виду деятельности и в регламентированном учете списать на финансовый результат. То есть эти расходы у вас будут списаны, учтены за счет финансового результата, то есть за счет прибыли. Соответственно, например, инвентарь. Так как коммерческие расходы, то, соответственно, счет 44 и он не распределяется, не включается в производство, прямые производственные расходы, а включается он сразу же на финансовый результат. Сумма затрат на направление деятельности могут сформироваться в разрезе различных видов аналитик расходов. Например, подразделения. То есть формируются расходы, связанные с деятельностью выбранного подразделения. Направление деятельности непосредственно влияет на финансовый результат предприятия по выделенному направлению деятельности. Претензии клиента, то есть оценка стоимости устранения полученных претензий. Заказ клиента, формирование полной себестоимости выполнения заказа, возможность определить локальный финансовый результат по заказу. И объект эксплуатации, контролировать расходы, обеспечивающие использование содержания, ремонт, эксплуатации объектов, например, оборудования, здания и т.д. Предусмотрена возможность одновременно выбора вида аналитики и правила распределения, что позволяет задать двухмерный аналитический разрез затрат. Например, в статье расходов указан вид аналитики претензий клиента и способ распределения на направление деятельности «Гарантийный ремонт». Это позволит сформировать общую стоимость, затрат на выполнение гарантийного ремонта, детализация по себе стоимости всех поступивших претензий. Распределение расходов по направлению деятельности осуществляется в документах распределения расходов. Данный документ находится в распределении расходов. Это обработка. При правильном и корректном заполнении всех статей расходов для настройки правил, у вас, соответственно, данная обработка выполняется в автоматическом режиме при закрытии месяца. Но бывает так, что, например, указали правиль распределения пропорционально там себестоимости продукции, либо выручки продаж, а у вас выручки нет, не было в этом месяце. Соответственно, у вас данные затраты не распределились. Тогда вы заходите в ручном режиме, либо у вас, соответственно, указываете, соответственно, правила распределения, либо в текущем, либо в ручном режиме. Некоторые компании утяжеляют себе работу. Некоторые, так скажем, бугод пера и специалисты, они считают, что надо распределять расходы, они не доверяют правил распределения, они все делают распределение вручную. Ну, я не считаю, что это оптимальный процесс, так как человеческие факторы может быть допущена всегда ошибка. Следующий тип затрат – это распределение на расходы будущих периодов. По статьям расходов с вариантом распределения отнести к расходам будущих периодов учитываются затраты, в течение которых себестоимость отстрочена во времени. Для статей расходов, относимых к расходам будущих периодов, определяются виды аналитики. Но в данном случае они наносят второстепенный характер, так как указывают только на место возникновения затрат. Распределение расходов, отраженных на статьях, относимых к расходам будущих периодов, выполняется по настроенным правилам. Какие у нас, соответственно, и предыдущие тоже расходы. Вот. Второй межнете. Итак, расходы будущих периодов. Например, лицензия на ПО у всех есть, потому что все пользуются продуктом 1С. А вы знаете, что 1С относится к программному продукту, к которому расходы распределяются в течение периода действия лицензии. Соответственно, относимых к расходам будущих периодов данные расходы и правилам распределения. Также, как и производственные и прочие расходы, мы, соответственно, задаем им правила распределения. Например, на управленческие нужды. То есть мы указываем распределять по месяцам, в соответствии, начиная с даты возникновения расходов, например, в период на 3 месяца. И указываем статью. Если у вас, соответственно, статья одна и та же, но период разный, вы можете регулировать вручную документом распределения расходов будущих периодов. Он у нас находится в финансовом результате контроля и доходы, расходы, финансовый результат. И здесь указывать, соответственно, свой период и дату. Но удобнее, наверное, в обычной практике заводят несколько статей. Это на усмотрение, наверное, как бы специалиста. Кому как удобнее. Кому-то удобнее несколько завести с разным сроком периода, кому-то удобнее просто одну статью и уже конкретно здесь, потому что в статье мы можем указать только один период, какой-то промежуток. Но у всех же программах ПО у всех разный срок использования. Соответственно, в документе распределения расходов будущих периодов мы задаем статью расходов будущих периодов, соответственно, подразделение, направление деятельности, на которые у нас должны распределяться расходы и, соответственно, сумму в бухгалтерском и налоговом учете. У вас может сумма определяться автоматически, так и вручную, в зависимости от того, как вам удобнее. И, соответственно, на второй вкладке у вас, чтобы у вас заполнилась, вы можете распределить расходы вручную, либо добавить, соответственно, распределить расходы в автоматическом режиме, у вас распределяться они в автоматическом, либо добавить по срочным, в ручном режиме. Если у вас не заполнится, соответственно, статья, либо подразделение, вы выделяете, соответственно, необходимые строки, где у вас не заполнится, и по кнопке «Заполнить» статью расходов, либо подразделение у вас заполняется недостающая информация. Данные расходы будут начисляться ежемесячно в течение периода, который вы указали, в момент сокрытия месяца в автоматическом режиме. До окончания, пока полностью они не будут списаны. Следующий тип затрат, который необходимо, соответственно, с вами рассмотреть, это формирование стоимости основных средств. Ну, например, давайте поступление основных средств. Соответственно, данные расходы мы относим в необоротные активы. Тип аналитики у нас всего лишь три варианта, либо это основные средства, либо объекты строительства, либо N1 или N1. Соответственно, данные расходы мы можем формировать, учитывать на счете 0,8-0,4-2, то есть подготовка к ввода в эксплуатацию. Для того, чтобы данные расходы у нас были, соответственно, передать их в эксплуатацию. Передача в эксплуатацию происходит на счете 0,8-0,4-2, А, 08-040. А, ну, так, извиняюсь. Так, соответственно, да, вот правильно, 08-0402, то есть подготовка к коду эксплуатации. То есть мы только с этого счета мы можем с вами принять к учету основное средство. Например, со счета 08-0401 компоненты основных средств, это счет используется для того, чтобы, когда у вас формируется общая стоимость. То есть у вас, например, основное средство состоит из нескольких компонентов. Для принятия их к учету вы их принимаете на счет 08-0401. Далее вы документам внутренним их перемещаете, соответственно, на счет 08-0402. Либо вы документы приобретения услуг и прочих активов можете сразу отразить эти компоненты на счете 08-0402. Потому что только в этом документе в автоматическом режиме предусмотрено указание статьи расходов. В документе приобретения товаров и услуг у нас не предусмотрено указание статьи, соответственно, расходов. Соответственно, вы не можете указать там статью и, соответственно, вы не сможете указать данный счет. У вас только вы отражаете там, соответственно, номинкатуру. А номинкатура у вас учитывается, соответственно, на счете 08-0401 компоненты основных средств. Например, у вас автомобиль, вы собираете автомобиль, он состоит из двигателя, кузов, колеса и так далее. Вы их, соответственно, принимаете документы. Если вы их принимаете документы о поступлении товаров и услуг, то вы их, соответственно, учитываете в качестве на счете 08-0401 компоненты основных средств. Потом, далее, внутренним документом вы делаете перемещение, принятие, то есть подготовка к вводу в эксплуатацию. И тем самым там вы сможете уже указать статью основных средств. И у вас они, соответственно, со счета 08-0401 переместятся на счет 08-0402. И документы перед вводом в эксплуатацию вы уже с этого счета сможете их ввести. То есть, например, автомобиль. Два способа, да. Либо через документ поступления товаров и услуг, но тогда у вас получается дополнительный документ, внутренний документ. Либо вы сразу отражаете приобретение услуг и прочих активов. Тогда вы сразу можете указать на какую статью и счет 08-0402. Ну, либо, вот у меня из практики было, что мы дорабатываем документы поступления товаров и услуг, чтобы у нас появилось поле статьи о расходах. Для документов, как раз, чтобы сразу же компоненты основных средств мы могли указать, отразить на статью. Чтобы не надо было делать дополнительный документ. Следующий тип расходов. Себестоимость выпуска продукции. Расчет себестоимости обязательный шаг для финансового результата предприятия. Зафиксировать назначение использования ресурсов можно только после завершения этапов производственного процесса, в которых они были безвозвратно переработаны. На основании данных уже выполненных в хозяйственных операциях выпуска можно дать экономическую тракту использования ресурсов, определив калькуционную статью затрат. Полная производственная себестоимость изделий и работ формируется в разрезе... В разрезе статей калькуляции. Каждая статья калькуляции соответствует определенный тип затрат, который предусмотрен у нас главой 25 налогового кодекса. Например, материальная оплата труда и амортизация. Себестоимость продукции является важнейшим показателем производственной и хозяйственной деятельности предприятия. Исчисление себестоимости необходимо для следующих целей. Это определение рентабельности производства и отдельных видов продукции, выявление резервов и снижение себестоимости продукции, формирование ценообразующей политики предприятия, расчет экономической эффективности внедренных в новации и принятие обоснованных решений и корректировки состава выпускаемой продукции. Расчет себестоимости выполняется двумя способами, предусмотренными настройками программы. Это либо плановой стоимостью, либо фактический расчет. Метод определения себестоимости у нас предусмотрен в новых версиях ERP всего лишь два. Либо средний за месяц, либо FIFO. О методах определения я уже говорила в учетной политике. Для расчета себестоимости предусмотрено универсальное рабочее место закрытия месяца, использование которого позволяет отразить все операции по закрытию месяца. Для расшифровки расчета себестоимости используется отчет себестоимости товара. На самом деле, я скажу, он достаточно удобный, но не всегда им можно выявить те или иные ошибки, которые выявляются причиной, по которым не рассчиталась себестоимость. Иногда удобнее сделать универсальный отчет, сформировать в соответствии по необходимому регистру. И там уже смотреть причины ошибок. Ну, это уже в соответствии, там у кого какие ошибки, это индивидуально уже там можно смотреть. Ну, и последнее мы, соответственно, это учет прочих доходов и расходов. То есть, это те суммы затрат, образовавшиеся в процессе деятельности предприятия, которые возникают в результате отражения операции. Операции – это поступление товаров и услуг, поступление услуги прочих активов, закупка ТМЦ, денежных документов, прочих нематериальных ценностей и непородных активов. Списание безналичных денежных средств и выдача наличных денежных средств из других. Также предусмотрена возможность в 11 ЕРП зафиксировать прочие доходы и расходы, не связанные с реализацией товаров и услуг по основной деятельности. Дивиденды, проценты по депозитам и так далее. Для ведения учета прочих расходов и доходов в 11 ЕРП поддерживается отражение следующих операций. Это регистрация доходов-расходов, то есть, есть возможность отразить возникновение произвольных расходов-доходов по выбранной статье. Приклассификация расходов-доходов позволяет отразить перенос ранее сформированных расходов-доходов на статьи расходов-доходов на другую статью. Есть, соответственно, списание расходов, то есть, формирование списания расходов, ранее сформированных на конкретном подразделении, в указанном документе статьи расходов, сорнирование документов и сорнирование расходов. При отражении любого вида операций суммы управленческого, бухгалтерского, налогового учета не обязательны в дополнение, что позволяет отразить движение только по одному из направлений учета. Программный продукт позволяет формировать финансовые результаты от продажи товаров и работ, обособлено по заказам, сделкам, подразделениям или менеджерам, поставщикам, группам финансового учета товаров. По каждому объекту обособлено можно сформировать полный финансовый результат, себестоимость, выручку, прибыль и рентабельность. Финансовый результат по объектам обособления предоставлен в различных вариантах отчетов, например, валовая прибыль и доходы и расходы. И последнее, как раз то, что нам необходимо посмотреть с вами, это отчетность для учета как раз за трат. Основной такой главный отчет, это отчет управленческий баланс, упрощенный вариант бухгалтерского баланса. Он позволяет управлять активами и обязательствами, контролировать направление использования финансовых ресурсов, включая данные финансового учета товаров, взаиморасчета с клиентами и поставщиками, остатки наличных и безналичных средств и прочие активы и пассивы. Данные управленческого баланса могут быть сформированы как по предприятию ЦЭЛ, так и по каждой организации в отдельности. Каждый раздел баланса можно расшифровать до документа, содержащего отдельные хозяйственные операции. Отдельно отображается информация о нарушении баланса, что позволяет выявить возможные ошибки в учете. Для проведения комплексного анализа всех доходов и расходов предприятий в разрезе статей предусмотрено насчет также от дохода и расходов. И напоследок, перед тем, как еще посмотрим вопросы, у нас уже как бы время наше стекает, я вам обещала в самом начале показать возможности настройки, вот как раз когда при расчете себе стоимости у вас не рассчитывается, при настройке расчета по средней стоимости у вас не рассчитывается себе стоимость, и выпадает такая ошибка, как при нулевых остатках ненулевые суммовые остатки. Сейчас я вам покажу, соответственно, этот момент, чтобы вы знали, потому что с этим сталкиваются сейчас в крупных компаниях, у которых там особенно не целые суммы, сталкиваются с этим, и не все знают, даже программисты, как-то вот сейчас с этим столкнулись. Соответственно, вот наше рабочее место по закрытию месяца. Сейчас у меня формируют документы. Вот здесь в настройках вы, соответственно, можете настраивать. Обычно здесь, конечно, программисты настраивают, но и пользователь, у которого есть доступ к закрытию месяца, тоже может, соответственно, настраивать. И вот в настройке параметров операции по закрытию месяца в операции распределения затраты расчет себестоимости воздействие максимальная себестоимость, считаемая погрешностью в управленческом регламентированном учете. Соответственно, если у вас, например, вы смотрите в отчете по себестоимости, соответственно, какая у вас максимальная сумма, которая осталась нераспределенная по цифрам, соответственно, в отчете, и, соответственно, из-за которой вы не можете рассчитать себестоимость. Вы ее определяете и ставите здесь. То есть у вас вот здесь сумма значения должна перекрывать вот то значение, которое у вас есть в отчете. Тогда вы сможете рассчитать, соответственно, тогда у вас, если вы соответственно поправите, то при закрытии месяца у вас произойдет расчет себестоимости. Если у вас при расчете посредний, у вас получится, что остались нулевые остатки, но сумма не рассчиталась, потому что вы сами понимаете, что программа округляет, и копейки, они всегда, плюс-минус рубль, они могут вылезать в зависимости от суммы. И они не всегда могут распределиться равномерно, потому что просто у вас бывает количество огромное, а рубль просто нереально распределит. Соответственно мы допускаем значение, которое погрешности. И данная погрешность у нас соответственно со встроенной статьей погрешность, она списывается на 91 счет, распределяется просто за счет финансового результата. Вот. На этом все по теме. Теперь посмотрим ваши вопросы. У нас тут несколько вопросов. Сейчас давайте посмотрим. если возможно сведение учета одновременно в рамках вида деятельности и на три него по ГОС. не по ГОС. Деятельность у него по ГОС. Ну, соответственно, вы же по направлению деятельности указываете, к какому виду деятельности у вас относятся расходы. Светлана, тут я, вы можете, что-то я с вас не совсем понимаю. Может быть, вы лучше нам потом в анкете дадите обратную связь, и мы тут с вами соответственно свяжемся, и вам, вы нам поясните, что вы имеете в виду. Потому что я не совсем понимаю, что внутри него по ГОС. В каком смысле, что вы имеете в виду, здесь подразумеваете. В рамках, как в этом случае правильно указать направление деятельности, если в рамках одного ГОСа все разное. Так вы направление деятельности привязываете к ГОСу. И по ГОСу вы указываете, соответственно, в контракте его, например, те же расходы поставщикам и так далее. В договоре вы указываете, что этот договор участвует, соответственно, по ГОСу. В контракте ГОСа необходимо эти расходы распределять. Либо они будут воспитываться одним документом, либо двумя документами. А, про ГОС, соответственно, двумя способами. Либо мы, соответственно, принимаем поступление товаров и услуг. Мы отражаем компоненты основных средств, соответственно, они у нас будут отражаться на счете 08-04-1. Далее мы внутренним документом их перемещаем и указываем статью, то есть подготовка к вводу в эксплуатацию, статью указываем, потому что в поступлении товаров и услуг нет возможности, типовым не предусмотрено указание статьи расходов. А счет 08-04-2 мы можем указать только в статье. В самой номенклатуре компонентов основных средств мы не можем указать, там мы указываем только 08-04-1, то есть как компоненты. Соответственно, внутренним документом мы делаем указан, что подготовлено к вводу в эксплуатацию, что у нас готово оборудование к вводу в эксплуатацию, соответственно, потом мы оформляем документ ввод в эксплуатацию основного средства и у нас, соответственно, с 08-04-2 перемещается на 01-й счет. Либо мы сразу принимаем документы о поступлении услуг и приобретении услуг и прочих активов, если у нас основные средства уже мы можем сразу же с вами отразить на 08-04-2. Обычно используют сразу второй способ, чтобы не нагромождать программу лишним документом, потому что в первом способе у нас получается на один документ больше. Второй способ все-таки удобный, но если вам нужно более детальное движение показать, что у вас сначала у вас приходят компоненты, потом вы их собираете и, соответственно, подготавливаете уже к вводу в эксплуатацию и документы уже ввод в эксплуатацию вы вводите. Слайд номер покажите, еще раз, пожалуйста, слайд номер. Номер 9. По поводу презентации, презентация, это демонстрация была, может это будет предоставлено по окончании, соответственно, нашего вебинара. Вы можете указать свои контакты и вам вышлют презентацию по окончании нашего вебинара. Еще вопросы есть. Боровинская, Ксения Евгеньевна. Вот у вас первый вопрос. Интересует распределение за транспортной компанией в разрезе транспортных средств. Транспортный средств. Смотрите, тут либо получается это объекты эксплуатации по аналитике, собирать в разрезе аналитики по объектам эксплуатации, либо можно ввести дополнительную аналитику и отдельно указать, что транспортное средство, доработать то есть статью и, соответственно, указать там отдельно выделить транспортное средство. Но я бы на вашем месте, наверное, здесь использовала объекты эксплуатации. У вас же транспортное средство, это же как основное средство все равно же относится и вы его учитываете в объектах эксплуатации. Поэтому, в принципе, тут не вижу смысла дорабатывать. Вы собираете, соответственно, потом в отчетах вы можете сформировать себе отчет в разрезе транспортных средств и увидеть, какие расходы падают на данное транспортное средство. Но вообще есть модуль по учету ремонтов и транспортных компаний, там так далее, обслуживания. Есть модуль специально для ERP по автотранспортным обслуживаниям. Может, вам надо с ним ознакомиться? По данному вопросу я бы вам рекомендовала оставить свои обратные контакты в анкете, и мы с вами свяжемся по окончании. Соответственно, зададите ваши конкретные все вопросы, мы с вами рассмотрим вашу ситуацию. Может быть, мы какое-то вам подскажем конкретное вам решение. Вот именно под вашу... Потому что так, что вы имеете в виду, что вы хотите увидеть, чтобы одним вопросом тут, наверное, не обойтись, тут надо посмотреть и обсудить ваши все пожелания. Надеюсь, вы меня слышите, Ксения. Поэтому дайте нам в анкете обратные ваши контакты и связи, мы с вами свяжемся. Либо я, либо, соответственно, наши сотрудники, наши компании обязательно вам отзвонятся. Ага, отлично, при регистрации указала данные. Ну, вот и отлично. Тогда, если... Вот у Светланы тоже по ГОСам, Светлана Буссурина. Я бы вам тоже по ГОСам отдельно поговорила, потому что у нас, во-первых, и время уже стекло. Я бы отдельно с вами пообщалась, и мы с вами обсудили все ваши моменты. Потому что ГОС – это очень достаточно непростая тема, там много всяких особенностей, и это надо отдельно рассматривать. Возможно, отдельно провести вебинар. Потому что у ГОСа сейчас очень много, у многих компаний контракт, много сейчас контрактов с гособороны заказами. Поэтому, возможно, даже провести отдельный вебинар. Если других вопросов нету, то на этом давайте тогда остановимся. Наше время в том, что уже стекло. Прошу всех дать обратную связь во своих анкетах и указать все свои вопросы. Мы с каждым свяжемся, ибо я обнаружил ненулевые остатки по сумме при нулевом остатке количества. Вас позже не помог. А, так, Ольга, смотрите, там несколько вариантов. Первое, самое простое – это перепроведение. С чем он у нас связан? Еще это первая причина, которая может быть – это нарушение последовательствий. Вы закрыли период, кто-то зашел в документ, поменял там, либо не перепровел, просто поменял, нес документ и провел. Но сначала он должен был распровести всю цепочку. Я вам говорила в самом начале, обязательно в 1СЕРП нужно соблюдать последовательность. Последовательность документов. И обязательно следить за временем. Еще, когда тот документ, на который ссылается в закрытии месяца, что он в ошибках, он может совпадать по дате и по времени с закрытием месяца. То есть вы знаете, что в закрытии месяца происходит 23.59.59 последнего числа ежемесячно. И у вас может быть документ в это же время быть проведен. Например, реализация, либо передача материалов в производство, либо выпуск продукции. И, соответственно, у вас совпадает время, и программа его не захватывает. Это вторая возможная причина. То есть нарушение последовательствий времени. Вам надо посмотреть документы и проверить, и заново распровести, и заново все по цепочке провести. Это второй вариант. И третий вариант, вот я сказала, по поводу вот этого отклонения. Есть ли у вас посредний расчет. А вообще, Ольга, если у вас на производство без заказов, Ну, тогда давайте тоже отдайте нам обратную связь, и мы с вами посмотрим. Потому что, ну, вот три причины самых главных я назвала. Посмотрите, да, время обязательно, цепочку. Обязательно проверьте цепочку последовательности. Ну, и, соответственно, дайте нам обратную связь, и мы с вами свяжемся. Либо я, либо мои коллеги. Всем спасибо, благодарю за внимание. Было радо вас всех здесь видеть на своем вебинаре. До новых встреч. Всего доброго.